Всем привет, друзья! С вами Нильфгорн и это игра Новгадж. Мы сегодня её посмотрим, оценим в какой-то степени. Ну, как сказать, просто поиграем и первый взгляд, так скажем, сделаем. Игрушка на русском языке. Ура! Ура! Потому что первый раз я её увидел на английском языке, и именно это... И решилось из-за этого, что я её не буду снимать. Но теперь всё нормально. Давайте поиграем. Это стратегия за викингов и что-то типа такого. Это мой первый, так сказать, взгляд был. Так, настройки игры. Имя игрока. Фрейдис. Давайте, можно, Лаиф. Асгер. Гард. Олов. Вот, давайте, Олов. Выбор цвет клана. Давайте рыжий возьмём. Обычная сложность. Размер карты средний. Игроки под управлением И3. Компании, как видите, нету никакой. Ну, ладно, окей. И выбор клана. Фенрир. Клан Волк. Агрессивные, свободолюбивые и решительные члены клана Волка готовы встретиться с опасностями Норгарда, лицом к лесу. Эйк Тюрнир. Клан Оленя. Его члены гордятся своими наследиями и великими достижениями. И известны не только честью и благородством, но и строгими законами и неполебимостью в бою. Стартовые бонусы. Вот на это, наверное, больше нужно смотреть. Еда. Зал славы заменяет пивоварню. Хугин и Мунин. Можно построить ганн, чтобы исследовать прибрежные области. Наемник могут отправляться оттуда в набеги. Клан Ворна. Прекрасные исследователи и торговцы, щиплыстые корабли, позволили им первыми ступить на земли Норгарда. С ними выгодно иметь торговые отношения, если, конечно, вас устраивают постоянные интриги. И клан Козы. Вы начинаете игру с двумя овцами, можно построить загон для овец. Члены этого клана способны выжить в самых суровых условиях, а их поселения не страшны никакие бедствия, чтобы не случилось. Вот именно клан Козы мы и выберем. Вот так вот начнем необычно с клана Козы. На самом деле нужно попробовать за всех поиграть, оценить, так скажем, играбельность этой игры. Потому что для меня, честно говоря, это первый раз и я могу немножко потупливать. Поэтому, ребят, сильно не критикуем. Внешний вид уже интересен, потому что, посмотрите, все так сделано. Сеттлерсы очень... Вот мне прям вот прям моментально напоминает сеттлерсы. И почему-то мне хочется сразу нажать на какую-то паузу или еще что-то типа. Две овцы у нас, четыре поселения есть. А не хоть какие-то коренья собирают, что ли? Ну, давайте что-нибудь построим. Дом дает крышу над головой новым членом. Так, как-нибудь я могу крутить, вертеть? Ну-ка. Блин, вот, чтобы строить здание, выберите любую область, чтобы посместить там здание. Ну, ладно, окей. Они сразу побежали строить. Так, как видите, ничего не таскает, ну и ладно. Нужно готовиться к зиме. Лагерь разведчиков. Дом лесоруба. Лагерь разведчиков. Давайте где-нибудь здесь поставим. И, кстати, вот сейчас вот было. Он как-то по-другому развернулся, но ладно. Окей, давайте, ребятки, давайте строим. Ну, отличные ресурсы. Это просто как стандартная стратегия, да, наверное, вот так вот. Дом разведчиков и дом лесоруба. Давайте где-то вот здесь построим. Хотя нет, вот здесь вот нужно было. Ну-ка, вот так вот. Вот так вот. Дом лесоруба вот здесь вот. Так, есть построилось. У меня ноль из двух человек. Здесь дает крышу над головой. У меня на одного больше жителя стало. Так, отлично. Две овцы. Здание четыре из пяти. Четыре из пяти. То есть определенное только количество могу строить. Ну, ладно. Дружины есть. Прикольно. Так, вот сейчас, наверное. Да, первый. Или что? Так. Здание готово, чтобы выбрать одного поселянина. Сейчас не два же, чтобы выбрать всех, кто занят одной работой в области. Поселение. И что? Выбрал. Окей. А, то есть вот, как раз таки вот. Вот. Все, понятно. И сюда нужно отправить еще одного лесоруба, да? Оп. А, сюда уже не надо. Так, здесь у нас. Вот он как раз таки исследовать пошел. А это пошел рубить. Все, понятно. Разобрались. Как видите, интуитивная игра. То есть вообще без проблем можно понять, что зачем. Исследует, конечно, он забавно. Так, а, кстати, я вообще исследовать-то могу карту-то? Не-не. Ты давай-ка, да, чем-нибудь занимайся. И карта, как видите, открылась на какой-то вот такой вот небольшой кусочек. И здесь у нас рунный камень. Здесь обитает мудрец, который производит предания. Колонизировать. 20 или для этого нужно, конечно, колонизировать. Он опять что-то исследует. А как, интересно, колонизация происходит. Так, строить я могу. И уже учебный лагерь. То есть я колонизировал, что ли, да? Колонизировал, похоже, да, на то. Лагерь развеешь? Ролисору хижина знахаря. Они могут лечить раненых и больных членов клана. Ну, давайте. Йоу. Больше я строить пока что ничего не могу, потому что нет у меня дерева. Да. С деревом, я бы сказал, проблемки. С едой, в принципе, все в порядке. И вот, ну ладно. Так, друг, а может ты пойдешь и построишь? Нет? Может быть сюда, кстати, можно? Да, можно. Женщину одну? Нет. Женщину грешно, наверное, одну отправлять в знахарки или как ее там, в мудрецы, да? Она нужна для другого совершенно. Притом она у нас реально одна женщина. Так, он нас до сих пор исследует и здесь открывает руины в этом месте, спрятанное сокровище, но отправится за ними рисунут только разведчики. Окей. Окей. Здесь он что-то шаманит и... А, вот типа он стал уже мудрецом, да? Сразу автоматически как-то так. Окей. Нам нужны новые здания для людей. Для этого нужно больше, понятно, лесорубов. Так, вот ты поселянин. А ты можешь... Да, ты можешь лесорубом стать и иди-ка становись им как раз-таки. Нужно больше мне... Больше-больше дерева. Так, устроить пир. Пир дает плюс 2 и плюс 20 процентов ко всему производству на один месяц. А также плюс 20 вот этого какого-то королевства, олаф, вот эта вот штука. Воу, слава, господство, торговля, мудрость. Ну да, довольно-таки серьезно тут направление. Воу, острые топоры и можно предание какое-то разведать. Лесорубы будут добывать быстрее, да? Йоу, прикольно, ребятки. Всяческие модернизации. Так. Можно даже вот так вот. Дом. Давайте дом построим. На одного человека больше будет, это хорошо. А, вот у нас ВСД управление. Так, у нас, кстати, еще одна женщина появилась. Так, ты иди-ка строй. У нас вообще жители на самом деле растут. То есть, 4 поселенца в любом случае. А что у нас все-таки дает крышу над головой новым членам экипажа? Блин. Клана. Знахарь 2. Ноль из двух. Так, здесь опять же, смотрите, какие-то места. Че это, че-че-че произошло? Че такое вот сейчас звук был? Воу. Это что такое было вот сейчас вот? Так, смотрите, 84 из 80 и острые топоры. Больше дерева давайте сделаем. Предание 100 нужно, чтобы следующее предание развить, да? Еда 5 процентов. Ну, понятно. Ладно, это будем смотреть тогда, когда уже появится. Исследование вот этого участка началось уже. Кто напал? Ах, ты смотрите-ка, че? Волк напал. Йоу, йоу, давайте. Отлично, красавцы, красавцы. Так, мне бы, конечно... Вот сюда бы... Оп. А давай-ка вот и вот... Стань-ка знахарим, да? Ву-у-у. И все, он пошел куда-то. Лечение поселяния. А-а-а-а. Шаманство началось. Блин, выглядит игрушка симпатичненько и очень так, ну, приятненько, да? Постройте учебный лагерь и прикажите кому-нибудь поселянию выучить ремесло. А-а-а, учебный лагерь, учебный лагерь. Ну, давайте учебный лагерь построим. Учебный лагерь, так учебный лагерь. Вот-вот ты как раз-таки иди-ка сюда, а то я смотрю... Непонятно, то ли тебя лечат, то ли кого лечат. Куда? А, да, он тебя лечит, но... Но очень-очень медленно, а-а-а. Он там еще... Ух ты, здесь прям и овца есть, и волки. Ладно, окей, пускай тогда лечат. Так. Два из двух. Лагерь разведчиков, один из двух. Ну, в принципе, мне больше и не нужно разведчиков. У нас и так один разведчик спокойно все исследует. Тут даже медведь. Бурый мишка. Так, окей, что у меня еще денежки есть? Дом лесоруба. Защитная башня защищает эту область, осыпая врагов стрелами. Ну, понятно, вышка. Ха, вип? Что? Вип? Что это за... А, требуется... Учебный лагерь! Дружина увеличивается в размере. Так, ну-ка. Можно нанимать бойцов. Воу-воу-воу! Ха-ха! Ей! Отлично! Посмотрите, что здесь творится. Болото. Месторождение железа. Очуметь, на самом деле. Так, окей. Ладно. У нас тут лагерь щитоносцев. Лагерь метателей топоров. Чтобы воин атаковал врагов, выберите его и щелкните по занятой области прямой кнопкой... Правой кнопкой мыши. Так, открылась локация. Тем... Воин особенно сильны, когда их несколько. Чем больше у вас воинов, тем выше шанс победить. Но тем ниже производство еды, древесины. Так, окей, понятно. Давайте-ка, знаете, что в первую очередь мы сделаем? Мы построим еще один дом. Куда-нибудь вот сюда его воткнем. Так. Потом посмотрим. У нас были... Были! Были здания. Вум! Открылся. Я могу оружей на торговле. Давайте подождем. Я пока не буду торопиться. Пускай... Короче, не буду торопиться. Следующее поселение через 35% только наберется. У меня пять из... Пять из... Воу-воу-воу! Снег пришел! А девочка может быть воином? Может. Смотрите. Производство еды снизилось в декабре. А, ну, то есть... Воу! Понял, ребят. Понял. Значит, у меня рынок. Торговый пост. Пристань дракаров. Загон для овец. Вот что нужно построить. Вот здесь у меня есть две овцы. Поэтому здесь строим предания, которые у вас есть и позволяют получить новые знания. Угу. Торговля оружейник. Блин, на паузу бы нажать, на самом деле, оружейник. А, черт! Тут уже написано. Увеличить силу атаки всех ваших бойцов. Ладно, окей. То есть... Ну, ладно. Или нет. Или она по-другому выглядит. Где второй? Да, она по-другому выглядит. То есть это именно женщина. Женщина-воин. Это прикольно. То есть, в принципе, можно атаковать. Можно атаковать. Здесь тоже можно атаковать. И вот это можно. Давайте вот сюда вот атаковать. Е-е-е-е! Понеслась! А куда они атакуют-то? Типа, что? Что точнее они атакуют? Мишка, только попробуй прийти сюда. Вот, блин. Только попробуй. Так. В этом месте спрятано сокровище. Только разведчик может быть. ну-ка разведчик где у меня разведчик то вообще вот здесь вот поселянин блин а где разведчик то его нужно давай-ка иди-ка сюда учим а колонизировать 40 еды можно минус 5 еды сейчас производится так окей так ну-ка овца в загон как наводить вот две овцы минус 1 минус 1 еда так окей ням 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 а вот разведчик наверное так вот надо выбирать да разведчик нет он почему-то не наводится скорее всего надо сначала захватить только потом можно будет можно будет как-то изучить эту локацию окей понятно но мне нравится что здесь ну как сказать ничего сложного да то есть я я по крайней мере не вижу ничего такого сложного чтобы можно сказать было более вот это вот на ворот и вот это вот проблемная игра или что тип такого как видели метатель топоров почему-то нельзя построить топоры сильно бойцы большого дальнего боя так защитные вышки я даже честно говоря не знаю где их ставит то есть вот здесь ну в какую сторону их вот здесь наверно перешей этот год поздравляем наш клан пережил этот год но все нормально вот этот перешейк на и надо защищать и где-то вот здесь вот да то есть так войны 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 блин войны откуда кто приходит вот давайте сюда тогда ну вот этих наваляем ну чё чё они нас щемит то ребятки как-то не честно получается идет пир черт я пир сделал случайно ну ладно пускай нормально так склад плюс 10 производства в этой области еде увеличивает максимальный запас еды так окей склад в принципе разве что исследовал новую область что это драгург драгуры зловещими живые мертвецы которыми кишат острова норгарда вау так заколонизируем эту территорию зловещие мертвецы блин а ну звучит страшновато на самом-то деле честно говоря ей так и сюда вот как раз таки нужен разведчик да теперь да теперь ты можешь иди вон разведай я сказал сюда окей здесь я так понимаю что они никогда не вырежут до этот лес поэтому типа надо думать пристань дракаров не то рудник здесь работают горняки они добывают камень а вот 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 так отлично дом лесоруба лагерь разведчиков дом могу дом еще конечно поставить так дает здесь производство еды в этом а здесь же не производится еда если здесь построить или что непонятно торговый пост обучите поселя на ремеслу торговцы чтобы они могли зарабатывать золото три из понятно тут есть ограничение на здание все понятно увеличить число зданий которые можно построить так ну ну окей торговый пост так любого человечка посылаем туда так сюда кстати тоже нужно сюда тоже нужно вот так вот а стоп вот типа далеко он был а почему или он лечит наверно просто медленно да скорее всего а почему наш клан не может расти потому что люди несчастны а почему он несчастен то я могу как-то узнать несчастный член клан производит на 20 меньше ресурс а почему несчастно то разведчик пистол золото и 50 этого строить здание каменотеса завершено честно я типа не понимаю в чем прикол и диван в каменотесы сложно ребят вот этот момент я немножко не понимаю руины уже исследованы торговый пост завершено вот и как раз таки иди сюда вот и давай тоже вот сюда тогда иди этот год будет холодным зимой ожидается метель так что еда и древесина понадобится в больших количествах я не против вот эти камни это что почему они такие черные не загручили что ли почему ты никого не лечишь я не понимаю а почему знак реально никого не лечит но давайте вот так вот даже я дальше могу на снижает плату за увеличение до 100 числа зданий в области роста населения увеличить скорость прироста населений милая вот так вот давайте сделаем почему он не лечит я я не понимаю этого вот здесь восклицательный знак наш разведчик был ранен неизвестный канал получил новый титул там неизвестный канал обнаружен гнездо его они что уже почему так все быстро происходит я не успеваю за событиями которые происходят так давайте ка еще одного шамана тогда сделаем потому что я немножко не понимаю почему лечение воина вот некоторые из нас маются от безделья так может быть вот давай а может быть его суда надо перетащить тогда он здесь начнет лечить этот почему-то опять мы несчастны почему что мне почему несчастны то йоу проложить торговый путь вам нужно получить знание торговли йоу здесь тоже несчастен да почему да почему несчастны зараза зараза так окей может домик нужно еще один построить но здесь на самом деле мне не нравится потому что я не понимаю вот эти момент да то есть почему не а вот счастье счастье делает ваши земли более привлекательными для новых поселян ожидаемое счастье так население не увеличивается нужно поднять уровень счастья каким невообразимым образом мне это сделать почему черные предметы вот здесь вот я немножко не понимаю конечно вроде мастер мудрец а мастерская мудреца здесь обитает мудрец ну ладно окей 190 что в следующий ну ладно окей так пивоварня вот вот пивоварня 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 нельзя колонизировать который кто-то защищает так окей понял мишка да вот колонизирует колонизация мишки вааа замес пошел я надеюсь они выдержат бой-то вау а мишка-то силен мишка-то сильный и дружину я не могу поднять ю вот так вот мы сейчас тактически будем выигрывать лечите давайте шаманы шаманы ой 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 так колонизируем им пивоварня да ну есть давай житель любой быстрее быстрее стоп почему вот так вот есть давай строй быстрее можно еще одного ну ладно у нас минус 8 еды добывается но это конечно не очень хорошо поэтому давайте вот сюда мы вот так вот сделаем то есть одного человека отведем здесь у нас в загоне 27 чего-то так ну все опять несчастен стал господи все несчастны почему-то но сейчас пивоварню построим и все будет на мази просто должно блин снег скоро уже наступит йоу минус 2 2 еды чего происходит так 190 надо с едой что-то делать рост населения снижают плату нет не то шубы торговля дает плюс 2 приз нет устойчивость ваших мирных жителей увеличится на 20 за каждое здание в области вот так вот давайте сделаем так давай заканчивай и у нас минус 8 еды неизвестный каунт получил титултан блин они слишком быстро это делают черт есть плюс 2 пошло 2 текущей счастья есть наконец таки пошло в плюс и я так понимаю что у нас сейчас все будут довольны да у нас все декабрь чё это метель уменьшает производство всех ресурсов минус 8 еды так суда наверное разведчика нужно разведчик нет 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 давай-ка вот ты разведчик силу ваших бойцов уменьшился на 30 когда они сражаются за пределом вашей территории районный член клан производит на меньше на 20 меньше процентов ваш разведчик когда исследована область погиб чёрт вот это обидно конечно ну ладно ладно ничего страшного воу-воу-воу метель смотрите как разыгралась жесть вот это страшновато так вот здесь кстати я могу увеличить за 100 монет ну не минус 2 у меня минус 2 монеты постоянно истощенное место а все что ли так ну раз раз истощилась то смысл тогда там что-то развивать да торговец горняк торговец давай-ка ты тоже пока что раз мы здесь не можем путь проложить то смысл один человек сидит да минус 13 уже еды ребят йоу йоу минус 13 минус 13 вы чё хорош слишком сурово сейчас сейчас похоже мы начнем умирать минус 10 еды сделал но еще один период мы должны прожить то есть я не наш клан голодает нужно производить и запасать еду минус 10 йоу потребление минус 20 я даже купить не могу я не знаю что сейчас произойдет но зато мы узнаем это хотя бы да что произойдет то ну ладно на наши земли напали га воин это защищайте же защища беги девка беги офигеть фух нормально есть 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 плюс 13 все нормально все пережили кое-как плюс 20 100 100 ребят золотишко а вот здесь можно так вот сделать и у нас здесь еще одно здание получится построить фух это ребята мощно ре серьезно плюс 13 еды мы добываем так ну что же надо захватывать еще локации 120 чтобы захватить вот эту территорию болото из-за зыбкой почта строить в этой области сложнее бурлую мишку нужно будет замочить здесь блин почему камень вот так засвечен да то есть видите вот здесь вот камень он засвечен почему-то не знаю почему заглючен как-то и это печально не знаю то ли из-за версии то ли еще что-то но хотя у меня официальная версия самая последняя то есть у меня все все с этим должно быть нормально счастье счастье всего лишь один а вот уже два так окей давайте еще одного человечка сделаем я не могу почему-то сделать 150 вау 150 монет так нужно торговлю развивать и как можно быстрее потому что как видите так рынок обучение поселения ремеслу рынок так вот здесь вот давайте построим так и любого поселянина берем и давай быстрее строитель строй тут смотрите конечно виверна офигеть здесь пещера волков вот здесь вот где-то вот что это такое а ну вот здесь плодородная земля здесь можно засеять поле на которых будут работать крестьяне вот это нужно захватывать ребят вот это нужно захватывать здесь у нас слез да то есть лес дает плюс 20 производства к в этой области древесины то есть все понятно теперь я немножко стал разбираться в том плане что здесь именно из-за так скажем когда правильно выразить это господи в общем где выгоднее строить какие-то здания там и нужно строить то есть допустим здесь я лесоруба да выгоднее построен рынок и ты давай 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 рынок рынок плюс так мы можем древесину за одну допустим продать так есть есть и вот смотрите как раз таки мы берем вот этот вот здание мы его ломаем вот так вот ты так окей 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 это мы захватываем сейчас мы здесь наваляем им отлично отлично так это мы захватываем и сейчас мы здесь построим лесоруба лагерь разве вот лесоруб именно ты должен строить а он типа окей здесь кстати две овечки есть по-моему даже три овечки то есть здесь вот можно еду построить допустим здесь рыболов есть можно рыбалочку сделать но как рыбалку сделать я честно говоря не знаю что произошло вот это сейчас такое вот это такой звук еще был типа что вот а вот понятно так строить обустройство торговля и есть так смотрите благословение фреи бальдарда и йорда железо плюс дает к счастью давайте к счастью вот так вот мы установили контакт с игроком ее туны это вот это вот что ли да лагерь етунов дом лесоруба был завершён неизвестный получил то да что откуда они получают черт давай вот так вот откуда они получают эти звания танов и етунов и себя черт здесь торговый проложить проложить торговля давай едой минус 6 плюс 5 черт вот так вот наверное древесины нельзя почему-то игрок не производит этот ресурс я не при стоп я не произвожу этот ресурс ты издеваешься да ты издеваешься да как я не произвожу этот ресурс поступило сообщение о толчка крупное землетрясение может нанести нашим зданием сильное повреждение если мы не запасем древесину для ремонта ладно давайте вот так вот начнем торговлю хотя бы едой древесины для ремонта но у меня плюс 9 идет так по поводу еды надо что-то делать поэтому 160 чтобы захватить но здесь хотя бы плюс 20 производства в этой области древесины отлично так землетрясение повредит 20 процентов ваших зданий то есть оно будет в августе да ой не в августе для ремонта надо запасти но она у меня запасать в наш разведчик был ранен так тогда наш разведчик должен вернуться вот сюда вот и полечиться а не не дохнуть так вместо местонахождение еды так вот здесь вот кстати вот сюда вот можно напасть давайте попробуем но попробуем по крайней богословение ёрдо получил кто-то у атаку ну ребят это будет долгим замесом и у меня не получится конечно здесь отходи блин 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 жесть одному потерял но это конечно печально у меня монетки конечно идут в плюс но черт дтп но посиди полечись брат брат полечись не нужно ты сюда иди блин потерял одного воина и очень дорого на самом деле воина получать ну ладно зато мне сейчас монетки в плюс пошли напали 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 на меня ребята это не очень хорошо но на этом я буду заканчивать потому что игрушка конечно долгая то есть она за пять секунд не пройдется за полчаса тоже не пройдется надо несколько серий так что ребят вы знаете что делать ставьте лайки если вам видео реально понравилось потому что она ну игрушка по крайней мере интересная ну на мой взгляд интересной стратегии в интересном сеттинге очень симпатична графики единственное что вот с камнями здесь какой-то косяк не знаю то ли у меня с графикой то ли еще что-то ну в любом случае всем всего удачи и пока